Напоминание, краткое содержание предыдущих серий, так сказать. Вот у нас был параграф. Ну, все это у нас называется матричные полиномы и спектральные данные. Фильм многочленный, я по-моему, говорит. Значит, сначала мы рассмотрели маточный многочлен степени N. Значит, каждый коэффициент — это матрица. И мы накладываем условия, что они в определенном смысле в общем положении, но эти условия мы сформулируем в терминах спектральной кривой. Значит, из этого матричного многочлена мы сделали спектральную кривую. Эта кривая, значит, обозначает ли С, она внутри поверхности С, которая, в свою очередь, тотальное пространство расслоения ООТН на ЦП1. Поэтому мы получаем разветвленное накрытие. С накрывается П1 со степенью M, где M — размер матрицы. Теперь мы формулируем основное предположение про общность положения. Это то, что С — гладкая кривая. Еще я не говорил этого, но я потом осознал, что нужно вообще, чтобы там все утверждения, так сказать, без оговорок проходили, нужно еще сказать, что она связанная, из одной компонента связанности состоит. То, что она компактная, это само собой получается. Теперь, значит, мы еще умеем ее род вычислять. И для этого у нас получилась формула такая. По вычислению получалось именно в таком виде, что 2G минус 2 равняется M на NM минус N минус 2. Еще у нас были в прошлый раз некоторое количество технических лем. Без доказательств они шли. Но это из-за того, что у нас времени стало не хватать. Я пока не отзываю свое обещание дать доказательства на каком-то листочке, но все-таки это требует каких-то дополнительных усилий. Знаете, текст писать не языком трепать. Это всегда как-то дольше получается. В чем они состояли? Они состояли в том, что два условия эквивалентные. По сути дела, все сводилось к такому утверждению. Эти технические леммы нужны были для этого. Прямой образ… Да, 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 простите, надо сначала сказать, что такое L. Значит, L – это линейное расслоение на кривой, на спектральной кривой, которое двойственно ядру вот той матрицы, которая определяет спектральную кривую. То есть это ядро матрицы А минус лямбда единица, но в обозначении, которые всегда были. И все это двойственное. И это линейное расслоение на спектральной кривой С. И, значит, первое утверждение, что его прямой образ на ЦП1 – это тривиальное расслоение. Ран ГМ – это просто степень открытия на ЦП1. А второе, что вот тот факт, когда, значит, дано линейное расслоение, не обязательно какое-то ядро там, необходимое и достаточное условие того, что прямой образ тривиален. Значит, необходимо и достаточное такое, что степень нашего расслоения, помноженного на подъем ЦП1 от минус 1, равняется g минус 1. И более, это, так сказать, предварительное как бы, более точно, что это расслоение Эль-танзорная пи звездочка от минус 1. Оно принадлежит Якобиану, отвечающему степень g минус 1, без тета-дивизора. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Вот. Ну, тогда, значит, вот при этих условиях, значит, если вот это расслоение тривиально, то его глобальное исчечение… их столько, сколько у тривиального, да, у тривиального рангея. То есть, это пространство CM. И более того, оно у нас по конструкции, когда Эль происходила из гидроматрицы, оно у нас канонически было CM. То есть, у нас вот как бы это линейное расслоение пришло сразу с каким-то выбором базиса глобальных сечений. Потому что мы говорили про матрицы, действующие вот в таком пространстве, а не в каком-то абстрактном векторном, да. Поэтому сразу у нас был фиксирован базис, но от этого мы избавимся. Вот. Мы про этот базис забудем. Вот сейчас прямо так и сделаем. Значит… Ну, давайте сначала рассмотрим такое пространство Х-волной. Это будет пространство матричных многочленов, таких, что кривая гладкая связная. Вот. Значит, на матричные многочлены можно действовать с сопряжением постоянной матрицы. И это действие будет свободным. Ну, если степень многочлена больше нуля. Ну, честно говоря, я не полностью это проследил. Условие свободности действия, по идее, должно следовать из того, что кривая гладкая. Ну, так вот я прямо голову на отсечение не даю. Но это тоже некоторые условия общности положения. И, по-моему, оно совпадает с гладкостью и вот связностью тоже. Но, может быть, чуть-чуть отличается. Если нет, если отличается, значит, надо добавить это условие. В такой алгебраической науке, если мы как-то добавляем что-то в условия общности положения, это все равно остается всюду плотное подмножество, ну, в данном случае, матричных многочленов. Это как бы не всегда страшно. Вот. А раз она действует свободно, то мы рассмотрим пространство, фактор пространства. Это фактор X с волной по сопряжению. Вот действие группы ПЖЛ сопряжением. Вот. И что мы построили? Значит, мы по матричному многочлену построили кривую линейное расстояние на нем. И базис в пространстве… Где-то вот у меня только что здесь было… А, ну вот здесь же, прямо здесь. Вот. И еще у нас получился выбор базисов пространства сечения. И вот если мы возьмем фактор по сопряжению, вот про последнюю информацию мы просто забываем. что мы получили такое отображение из X в пространство вот таких пар спектральных данных CL. Ну, я вот сейчас для краткости буду писать C общее. C и L общие. Значит, про C общность – это то, что она гладкая, связанная. А про L – то, что лежит вне тета-дивизора. Вот. Ну, вернее, не оно, а подкрученное, вот как здесь написано. А собираемся доказать, что это изоморфизм. Наша задача построить обратное отображение. Что вот это указанное отображение… Ну, тут я уже напишу, давайте, C гладкая связанная. А L-тензор на и звездочку от минус 1 лежит в Викобиане без тета-дивизора. Утверждение, что это изоморфизм. Вот. Значит, для этого нам нужна обратная конструкция. И мне кажется, я успел ее в прошлый раз, но в любом случае я ее быстро повторю. Так, значит, пусть там дана гладкая кривая, которая накрывает В1, и линейное расслоение такое, что его прямой образ стереален. Ну, ранг прямого образа, понятное дело, это М. Ну, отсюда размерность пространства сечений. Вот этого тривиального расслоения на ЦП1. Это очевидно, что это М. Но это то же самое, что размерность пространства H0 на кривой. отель по определению прямого образа. Это это. Вот. Обозначим это пространство В. Любое. Любое из этих двух, они ганонически заморф. Вот. А лямбда, напомню, у нас есть такое тофтологическое сечение, которое участвовало в определении кривой. Ну, мы его сначала на поверхности рассматриваем, а сейчас ограничение его на кривую. И умножение на лямбда дает такое отображение. Из… Ну, давайте лучше сейчас… Ну, так, да, давайте так. Из… Вот я беру глобальное сечение расслоения L, умножая на лямбда, я получаю глобальное сечение уже другого расслоения. L, тенсорно… Домножается на то, чьим сечением является лямбда, да? Вот. А это, в свою очередь, что у нас? Это то же самое, что сечение, взять прямого образа, L, тенсорно на ОТ. Только не на С уже, а на ЦП1. Вот. Ну, и вспоминая вот это вот обозначение В, мы можем так записать. Из В мы попадаем… Вот это расслоение тривиально, поэтому его слой как бы можно вынести за скобку, а слой – это В. Получается, В тенсорно на сечение O от N. А это такое… Вот эта штука – это такое N плюс 1 мерное пространство. Это просто пространство многочленов. Поэтому отсюда я получаю, что это отображение осуществляется… В – это постоянное какое-то просто векторное пространство. И вот на это векторное пространство я действую матричным многочленом просто. Вот я и получил матричный многочлен. Я получаю A как сечение на ЦП1 расслоение O от N тенсорно на матрице. Ну, точнее говоря, не на матрице, а на эндоморфизмы векторного пространства В. Вот это и есть обратная конструкция. Я получил матричный многочлен с точечным сопряжением, поскольку В никакой базис не выбран с точечным сопряжением. Значит, это не канонически. Это то же самое, что матрица ММ. Хорошо. Ну вот. А теперь у нас получилось такое пространство Х, которое, с одной стороны, матричные многочлены по модулю сопряжения, а с другой стороны, это спектральные данные. Значит, и сейчас мы там устроим симплектическую структуру, но не буквально на всем Х, а на его ниткам под многообразие. На самом деле, на самом Х есть пласоновая структура, но это мы не будем обсуждать. А мы как бы сейчас опишем симплектический лист, но вот этого рассуждения не будет. Просто сейчас мы наложим еще некоторые уравнения внутри Х и получим симплектическое многообразие. Ну, начнем, значит, с таких простых замечаний, чтобы сразу не возникло недоумения. Вот, когда мы рассматриваем линейное расслоение на ЦП1, ну, они все имеют вид ООН, да? Они все изоморфны какого-нибудь ООН для какого-то, в зависимости от степени расслоения. Вот, но вот смотрите, я могу, например, это ООН переписать в таком виде. Получится изоморфное расслоение. Я возьму ООН плюс 2 и тензорно умножу на К касательное омега-1. И это изоморфизм, потому что ООН изоморфно от минус 2. Расслоение определяется только степенью, степень при умножении складывается, вот и получили изоморфизм. Ну и, на всякий случай, не хочется просто здесь использовать букву ООН, потому что хочется сейчас говорить про один дифференциал. Но, в принципе, омега-1 – это то же самое, что укасательное к ЦП-1. И то же самое, что каноническое к ЦП-1, да? Размер С1. Вот. Второе замечание, значит, такое. Для любой точки на ЦП-1 мы можем рассмотреть расслоение ОООН от П. Что можно сделать на любой кривой вообще, в том числе на ЦП-1. Но в случае ЦП-1 мы знаем, что эта штука изоморфна от единицы, потому что все расслоения одинаковой степени заморфены, да. Значит, если мы возьмём несколько точек, то же самое будет, аналогично. А с другой стороны, мы знаем, что в такой записи это пучок, сечение этого расслоения, это пучок функций, которым разрешили иметь пульса первого порядка в точке П. Возьмем несколько точек и распроизвольных. И рассмотрим расслоение такого вида О от П1 и так далее ПК тензорно на омега-1. Это линейное расслоение, а как пучок, это можно описать, что это пучок гламурсных дифференциалов с плюсами в точках П1 ПК. Пучок один форм с плюсами первого порядка в указанных точках. А теперь, посмотрев чуть выше, мы обнаружим, что это то же самое, что О от Н при К до К равняется Н плюс 2. Вот поэтому мы сейчас… А маточный ногощен у нас был сечением О от Н с коэффициентовой матрицы, а мы теперь его изобразим как один дифференциал с плюсами. Значит, выберем вот К точек произвольным образом. Вот этот изоморфизм зависит от выбора точек. Собственно, сама вот эта левая часть зависит от положения точек в каком-то смысле, но класс изоморфизма не зависит. Выберем… Значит, чтобы удобно было писать, мы их выберем в конечной части ЦП1, то есть в С просто. Это как бы ЦП1 без одной точки нашей… Вот… Ну, и К будет равной от СН плюс 2… И тогда из матричного многочлена степень n мы изготовим вот сечение вот левой стороны. В одномерии… Особенно, так сказать, на Афинный плоск… Ну, на Афинный плоск… Любой объект с полюсами можно разложить по полюсам, то есть я могу любой один дифференциал с полюсами первого поверхности записать в таком виде. Вот… Хорошо. Теперь… Ну, понятное дело, что сумма вычетов должна быть ноль, поскольку на бесконечности у меня нет полюса. Значит, сумма эрытых равна нулю. Ну, напомню, что эрытые – это матрицы. Ну, и, так сказать, формула, которая, если угодно, связывает… Ну, во-первых, заметим, что размерность пространства коэффициентов у многочлена А и у этого дифференциала r одинаковая. Почему? Потому что размерность пространства многочленов – это m квадрат умножить на n плюс 1. А размерность, да? А размерность пространства дифференциалов – это сколько есть вычетов минус… Условие суммы вычетов равно нулю. Вычетов, значит, получается, m квадрат на k минус m квадрат, что есть то же самое – m квадрат на n плюс 1. И связь такая, что r от z получается из a от z, если поделить на полином p маленькая от z, где p маленькая – это произведение… Ну, если к общему знаменателю вот здесь привести, вот это произведение и будет. Теперь это нам поможет сейчас… Извините, а можно вопрос? Конечно. Можете, пожалуйста, отмотать повыше, где мы строили матричный мегачлен по кривой накрытию и расслоению? Да, да. Вот здесь. Да, да, сейчас, одну секунду. Да, вот у меня был вопрос. Откуда берется тавтологическое сечение ламды? Ну, оно же есть на поверхности s… А, мы берем кривую, которую мы сложим, да? Кривая в поверхности. Да. А, кривая в поверхности. Хорошо. Все, спасибо. Ага. Так, хорошо. Теперь, значит… Теперь мы поступим так. Сначала найдем соответствующее место в микрописку. А, нашел, да. Значит, наложим такие уравнения. Наложим условие на классы сопряженности. Матриц РИТ. То есть это сейчас в пространстве x, которое там было, я выделяю под пространство некоторое. Наложим такие, значит… Ну, во-первых, потребуем, что след РИТ равен нулю. Ну, это то же самое, что сказать, что trace z равен нулю. Вот. А во-вторых, потребуем, что каждая РИТ лежит в орбите к общиненному действию группы SL. Сейчас я это запишу. Ну, давайте так аккуратнее скажем, чтобы было потом понятно, как ты читаешь. Выберем… К орбит… УИТ… Нет, давайте другой О, а то как-то зрительно будет. Просто такое обычное О. ИТ… В… Ж со звездочкой. Для… А даже это… С… Л… М… И потребуем… Что РИТ и лежат в этих орбитах. То есть, ну, такое замечание… Ну, вот на секунду вернемся к матричному многочлену А. Его спектральная кривая зависит от… Ну, определяется коэффициентами кликтинистического многочлена, да, вот этого уравнения кривой. Спектральная кривая для Z определяется коэффициентами… Вот если я пишу детерминат А минус лямбда на единицу, равняется там лямбда в степени М, плюс лямбда М минус 1 трейс А, что мы занулили, плюс и так далее. Плюс… Ну, все-таки что-то нужно еще написать… Плюс там, скажем, сигма… Вернее, да, сейчас… Плюс… Сейчас я немножко сдвину… Плюс лямбда в степени М, плюс лямбда в степени М минус 1 след… А… Это мы занулили… Плюс лямбда в степени М минус 2, какой-то там сигма М минус 2 от А, да, какой-то… Полином от маточных коэффициентов, зависящих от Z, в свою очередь, да, плюс и так далее… Вообще неправильно тут нужно писать сигма 2, а не сигма М минус 2, если обозначение на что-то намекает, но я не уточню… А вот здесь сигма М… Вот… И вот эти вот… Сигма 2 от А от Z, да… И так далее… Сигма М… От Z определяют спектральную кривую… Мы наложили условия… Значит, они определяют… Мы наложили условия на их значение в некоторых точках… Потому что мы наложили… Да, вот эти сигма, они инварианты относительно сопряжению матрицы А в точке Z… Значит, мы наложили условия на классы сопряженности… Матрицы А в точках АИТЭ… Да… Потому что вот… Потому что мы наложили условия на ирытые, да… А ирытые связаны со значением матрицы А вот через эту формулу в точках АИТЭ… Ну, просто равны им на самом деле… Ну, с точки зрения там до множеств… Вот… И, следовательно, мы наложили условия на спектральную кривую… Не на расслоение… Вот не на той линии расслоения, которая в спектральных данных фигуре… А только на спектральную кривую… А только на спектральную кривую… Не следует… Вот… Мы наложили… Ну, да, условия на кривую… С… Но… И… На линии расслоения… Тут возникает вопрос… Ответ на который я только, может быть, частично знаю… Вот… И давайте это будет упражнение с двумя звёздочками… Если кто-то вдруг сделает… Было бы классно, на самом деле… Тут два вопроса… У меня записано… Значит, первый… Я же требую, чтобы кривая была гладкая… А это значит, что у меня есть, на самом деле, ограничение на выбор орбит… Вот спрашивается, какое… Просто иногда можно легко убедиться в том, что для некоторого выбора орбит… Ну, не знаю, насколько легко… Я уже подзабыл… Короче говоря… Давайте так… заподозрить… Легко заподозрить… И попробовать привести примеры таких орбит… Вот этих… Где коэффициенты орытые лежат… Да… Вот здесь… Такого выбора этих орбит… Что… Кривая получится негладкая… С другой стороны, бывают гладкие кривые… Вот… Короче говоря, как связаны эти вещи… Как одно другое ограничивает… Давайте так и запишем… Как… Как… Требование… Вот, например, то, что она связанная… Прямо в терминах орбит очень легко произнести… Мне кажется… Как требование, что… С… Гладкая… Связанная… Связанность… Вот, насколько я понимаю, нужно, чтобы… Действие той группы, по которой мы брали фактор… Вот здесь… Чтобы оно было свободным… Например, если все коэффициенты… Где это был… Ну, вот… Вот здесь вот было… Видите, да… Вот… Здесь мы брали фактор по сопряжению… А вот представьте себе, что все коэффициенты… Этого многочлена… Диагональные матрицы… Да… Тогда это действие не свободное… Потому что… Диагональные матрицы будут… Ну… Это… Как бы… Как в стабилизаторе лежать… Да… Вот… Но если… Если… Матрица диагональная… Или блочная диагональная… Тогда… Кривая не связана… Вот… Ну… Не то, чтобы я… Могу вам доказать, что… Это… Эквивалентно связанности… И… Какая-то неприводимость… Ну… Как-то… Как-то… Эквивалентно… Так… Значит… Как требование, что С гладкая и связанная… Ограничивает… Выбор орбит… Ж… Это всегда… Так… И второе… А вот если разрешить все-таки кривой… Например, иметь… Простые… Самопересечения… Двойные точки… Как это называется… На самом деле… Все рассуждения… Поскольку я понимаю… Остаются справедливы… Такая… Такая степень негладкости… Ничему не мешает… Вот… И то же самое можно спросить… Как… Как… Такое… Ослабленное условие… Как… Тем не менее… Ограничивает… Выбор орбит… Ну и давайте так… Тот же вопрос… Если… Разрешить… Кривой С… Имеется простые самопересечения… Ну… Даже… Не обязательно с вами… Пересечение… Вот тут… Ну… Я не знаю… В общем… Она… Например… Она может состоять из двух компонент… Которые… Трансверсально… Пересекаются… Это тоже не страшно… Совершенно… Для большинства построений… Ну… Давайте я напишу… Двойные точки… Так будет… Разом охвачено… Хорошо… Теперь… Значит… Мы готовы симпликтическую структуру написать… Итак… У нас имеется несколько орбит… Уже со звездочкой… Вот… И мы можем обсуждать… Значит… Такую вещь… Значит… Ну… Давайте я тут… Отчеркну просто… Значит… Рассмотрим симпликтическое многообразие… Просто произведение этих орбит… На нем действует группа… Сиблиэктоморфизмами… И… У нее есть отображение моментов… Значит… Соответствующие отображения моментов… Мю… Мю… Значит… Отображает… Прямое произведение… … Уже со звездочкой… Следующим образом… Точка… Р1… РК… Точка… Р1… РК… Переходит… Сумму… Ры… 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 Могarlан… Рам… Ры… 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 Р… Прообраз… Нуля… Ры… И отображение моментов… … Ры… То есть это набор из К-матриц, сумма которых равна нулю по модулю диагонального действия группы СЛ с сопряжениями. И это симплексическое многообразие. Ну давайте его размерность обсудим. Сразу заметим, что это пространство под многообразие в том Х, которое там у нас было. Которое есть то же самое, что маточные многочины по модулю сопряжения. И то же самое, что пространство спектральных данных. Размер все такой. Ну вот смотрим, у нас есть К-матриц, поэтому мы сразу пишем К. А матрица бесследует, поэтому М квадрат минус М. И еще вычитаем условия отображения моментов. И фактор по действию группы. Это два раза размерность группы. СЛМ. Вот. Ну, значит, вспоминаем, что К это Н плюс 2. Получаем такую форму. Ой, нет, слушайте, я тут проглотил. Извините. Это я проглотил тут. Вот эта штука. Почему я написал так? Нет, это не условие того, что матрица. Матрица бесследует – это М квадрат минус 1. М квадрат минус 3. Это размерность орбиты, которая имеет максимальную размерность. То есть я предполагаю… И, похоже, это важно, вот это предположение, что нужно орбиты брать максимальной размерности. Хотя я уверен, что есть что-то версия для другого выбора, но я вот не знаю сразу, что все уиты максимальной размерности. А максимальная размерность – это размер с группой минус 1. Да? Вот у К присоединенной орбиты. Поэтому это М квадрат минус 1. Понятно, что я сейчас скажу? Если не такие орбиты брать, не знаю. Просто не знаю, действительно. Вообще, по-хорошему, все случаи надо, чтобы кто-то разобрал. Гладкие, кривые, негладкие. Ну вот. Значит, теперь мы размер с этого x квадратного можем так подписать. Когда я вот К подставлю, получится следующая форма. НМ. Ну, и вспоминая, чему равен род спектральной кривой, значит, видим, что это 2G. Значит, сравним пункт 3, 2. У нас там было вычисление рода кривой. Ну, я не буду отлистывать, вы можете мне поверить. Вот. Значит, это симпликтическое многообразие, поэтому не удивительно, что оно четномерное. Теперь, поскольку это вот x содержится там, где нарисовано, да, вот это, то есть из x отображение, вот когда паре кривая или нет в состоянии, вставляем кривую. Значит, имеем отображение. Ну, гладкие, связанные, вот это все нужно повторять. Которое, значит, по паре кривая и ельц поставляет просто кривую. Но это отображение не сюрлективное, потому что мы наложили условия на класс сопряженности вот матрицы РИТа, тем самым, как мы обсуждали, на пектральную кривую. Продолжение следует... А классы сопряженности вот этих матриц РИТа и тем самым, на кривую. Но слой этого отображения, он, так сказать, любые линии на РИТа, которые разрешены в спектральных данных. Давайте так, слой P равняется вот этот самый ЕГБИАН степени g минус 1. Где этот дивизор? Линейное расстояние никак не ограничено, кроме вот того, что не заходит в этот дивизор. Значит, слои же мерные. Давайте лучше слова немножко. Размерность слоев равняется g. Любой ЕГБИАН имеет такую размерность. Следовательно, размерность образа тоже же. Ну, а значит, мы получили то, что называется алгебраически вполне интегрируемая система. Это название в каком-то смысле, но оно отражается. Это симплектическое многообразие, которое вот так расслаивается на обелевом многообразии в качестве слоев. Ну, здесь не полное, а миллион многообразие. Вот. Ну, вот упражнение со звездочкой показать, что слои Лагранд живы. Иначе вот эта последняя фраза несправедлива. Давайте так, что и в самом деле. Я как бы декларировал, так сказать. Где-то запятые нужны. Наверное, так. Или слои Лагранд живы. Сейчас, а база? База – это образ. Это не под многообразие в симплектическом. Нет, ну, в базе там своей геометрии может происходить интересная, как мы знаем, так сказать, в связи с Виттеном Зайбергом или Зайбергом Виттеном. Вот. Но сейчас мы это не обсуждаем. В базе есть образа. Данные, которые соответствуют СМ, мне казалось, это как раз… Ну, что ли, это вот гамильтонианы должны быть, нет? Совершенно верно. Вот это отображение П – это отображение гамильтониан. Ну, вот как бы когда… А тогда, если мы говорим об интегрируемой системе, мне казалось, мы должны подразумевать, что вот они как-то должны коммутировать между собой. А тут у нас… А это и есть то, что слои Лагранджио. Ну, вернее, слои Лагранджио означают, что эти гамильтонианы коммутируют на себя. Вот. А то, что они в точности коммутируют, это нужно их явно предъявить просто. Вот. И более того, тогда база этого слоения – это будет не просто что-то, это будет область в афинном пространстве. Да, потому что отображение задается просто набором функций на симпликтическом многообразии Х. Но гамильтониан у нас в следующей лекции появится. Вот. Ну, просто, тем не менее, вот интегрируемой системой можно уже называть вот ситуацию, когда есть симпликтическое многообразие, оно куда-то отображается, так, что слои Лагранджио и Лагранджио обеленного многообразия. Ну, это уже можно так назвать. А то, что в реальности там есть гамильтонианы – это вот мы разберем в следующей лекции. И в следующей лекции мы еще увидим, что это там… Сначала мы как бы получим в виде, как это называется, пары Лакса, да, там некоторые уравнения напишем, следуя Хитчинова, вот его лекция. А потом мы увидим, что они гамильтоновые, эти уравнения. Вот. Теперь давайте сделаем перерыв. А после перерыва я хочу без больших подробностей еще пару родственных ситуаций описать. То есть мы сейчас уйдем от матричных многочленов. Вот. Но это будут родственные конструкции, которые… Не будет очевидно, что они уж прямо такие родственные, но как бы нужно иметь в виду, что тем не менее это так. Ну, в общем, всего же не охватишь, но тем не менее, я думаю, кое-что полезно услышать. А продолжим про нашу систему интегрированную на следующей лекции уже. Хорошо, тогда давайте сейчас 48, в 58 минут встречаемся, ладно? Тогда, Андрей, если на паузу можно поставить. Да, да. Всегда опасность. Ищите пару записей. Отлично. Мой экран видно? Или снова нужно? Да, да. Хорошо. Значит… Давайте такое замечание. Я уже его произносил, но сейчас я его запишу. Значит, вот пространство… Пространство произвольных… Вот один дифференциалов R, да? …вида… …RiT… …z-AiT… …dz… …сумма RiT равно нулю, но других ограничений нет, да? Это пуассоново многообразие. Просто потому… Ну, давай… Нет, след рыбок давайте сделаем равным нулю. Ну, это чтобы не было… Ну, в общем, это не так принципиально. Это просто разница между RiT и RiT. Про RiT всегда удобнее говорить. Про RiT всегда удобнее говорить. Это пуассоново многообразие. Просто-напросто… А, нет, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Извините. Нет, давайте не так. Нет, нет, все неправильно. Так нельзя сказать. Вот просто пространство, состоящее из К-матриц… К-бисследовых матриц. Давайте так напишем. Пространство, состоящее из R1-РК. Слушайте, я сообразил, что, в общем, замечание глуповатое получается. Нет, ладно, извините, надо отменить его. Вот не всегда перерыв идет на пользу. Вот не в перерывке, что Голубу сделал такое замечание. Оно глупо. Там, действительно, вот то, что симпликтическое многообразие, которое мы получили, его можно и даже иногда нужно рассматривать как симпликтический лист пуассонов, но не в том пуассоновом, который я сейчас хотел вам продать. Ладно, забудем. Про паосонность, может быть, удастся упомянуть в другом примере. А может, не удастся. Посмотрим. Ладно, сейчас нам это, в общем, для целей нашего курса неважно. Давайте, значит, такой рассмотрим вещь. Назовем это «система Хитчина» в узком смысле слова. Значит, это некое построение. Как я постараюсь так на пальцах проиллюстрировать, оно родственное тому, что мы делали. И оно тоже строит симпликтическое многообразие, которое расслаивается на абелевом многообразии в качестве лагранжевых слоев. Но там речи, так сказать, про коммутирующие гамильтонианы, ну, есть, в общем, да, оно есть, да, есть. В узком, у нас они еще не появились, а тут появятся. Это речь идет о том, что вот мы берем какую-нибудь кривую, но не спектральную пока просто, комплексная кривая. Ну, компактная. С этой кривой можно ассоциировать пространство модулей гламарных расслоений фиксированного ранга на этой кривой. Ну, и даже можно рассмотреть расстояние с нулевым классом черное. Значит, пусть там… М. И вообще их можно для какой-нибудь простой, например, группы РИ. Давайте так. М. СИПМА. Пространство гламарных модулей. Это пространство модулей существует в хорошем смысле слова, так что стеки тоже даже не нужны. ну что такое же расслоение ну например пример если же это сель это значит что мы берем значит рассматривается голоморфный александревич вы свой звук выключили сейчас ничего не слышно ой у меня микрофон почему-то выключился давно не слышно а давно не слышно ну вот на предыдущей строчке а ну ничего почему он с собой выпучился значит вот рассматриваем пространство модулей голоморфных же расслоений чтобы долго не говорить вот на примере самый самый такой простой пример же если же это сель значит мы рассматриваем голоморфные векторные расслоения с первым классом черно равным нулю ну для других групп дольше говорить но это расстояние с дополнительной структурой какой-то вот извините а неправильно ли говорить что не первый класс черно равен нулю а что старшая внешняя степень тривиально а это одно и то же а разве бывают же например нетривиальные голоморфные расслоения на римановой поверхности не может быть по-моему по-моему на эллиптической кривой например от п минус ку это я согласен да сейчас вы правы это вы меня правильно поправили сейчас действительно что-то я опять заговорил сейчас секунду да лучше наверное сказать что ну просто с фиксированным тем самым да не просто да 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 значит векторное расслоение давайте ранга е векторное расслоение е ранга ну c1 тем не менее все равно 0 но еще нужно добавить совершенно верно вы сказали и фиксируем лучше всего тривиально ну я бы даже сказал что всегда тривиально мне кажется так наиболее естественно думать то есть если смотреть на главное расслоение как на функторы с представлением векторное расслоение то ну наверное вы правы да иначе его не назовешься селлерслоение так бы всегда можно взять селлерслоение на какое-то линейное помножить но угу согласен да согласен да спасибо да так правильно значит значит касательно к этому это так сказать гладкая многообразие за исключением отдельных точек орбифолтных вот и касательно в гладких точках это инфиземальные деформации расслоения а мы знаем что значит касательно в точке е вот м же сигма инфиземальные деформации определяются первой группой когомологий с коэффициентами в эндоморфизмах этого е значит по двойственным сесера ко касательное это будет h0 от сигма эндоморфизм расстояние эндоморфизма со звездочкой равно самому себе поэтому оно не изменилось но тут домножается на каноническое то есть его сечение это один дифференциал с значением в эндоморфизмах значит рассмотрим x тотальное пространство вот этого по касательному ну как в геометрии говорят просто в качестве x возьмем по касательное к m тогда ну точки точки этого пространства такие пары значит где е это ну на самом деле класс изоморфизма но лучше так это классы пар вот так лучше будет где е значит вот векторное расслоение вот как описано выше же расслоение да а фи это сечение сечение состояние деморфизмов тензорно на каноническое то есть это один дифференциал с коэффициентами по сути дела в матрицах да вот вот значит это поле фи называется в литературе полем хикса потому что хитчин его так неудачно назвал но я пропагандирую что его нужно называть полем хитчина на хикса это уж ни капельки не похоже вот но как бы то ни было значит это симплектическое многообразие правда то что это ко касательное и есть отображение из этого пространства ну давайте все таки я напишу что х симплектическое хоть это и очевидно имеется в виду симплектическое как голоморфное симплектическое многообразие два форма голоморфные и там где у нас было тоже голоморфное может там нужно где-нибудь слово голоморфное один раз добавить и есть такое отображение тут я напишу просто векторное пространство потому что размер с его я вам сейчас быстро не подсчитаю статистично это все написано тем более для произвольной группы g оно зависит которое слои которого абелево многообразие оно устроено следующим образом стоит лаганжевый и абелево многообразие значит оно устроено так нужно паре паре е фи вот это квадратные скобки означают ну если угодно устойчивый дезаморфизм это вот типа калибровочных преобразований если мы будем пытаться е записать например как д с чертой связность а фи как написано как голоморфный дифференциал там останутся калибровочные преобразования в качестве изоморфизма вот я сейчас не хочу просто так сказать это все рассказывать детально поскольку ну это как бы дополнение дополнительная информация по курсу но и времени все равно не хватит вот мы можем сопоставить следующую вещь мы можем из фи сделать трейс фи в степени п посмотреть это что будет это будет некий класс когмологии ну не класс когмологии так короче говоря это будет сечение после взятия трейса вот эти эндоморфизмы пропадут да и получим просто к сигма в степени значит в степени в степени в степени нужно это рассмотреть для п там ну единица это скорее всего ноль будет поскольку у нас бесследовая да поэтому для п равняется 2 и так далее а и последнее ранг вот значит вот совокупность таких штук рассмотреть это вот это отображение векторное пространство которое просто вот сумма таких групп гомологий значит утверждается что соответствующие вот ну это по сути дела это функции на нашем симпатическом многообразии да что они коммутируют просто потому что ну как бы ей играет роль там координаты фи импульса да значит это функция да если писать симпатическую структуру хоть в каком-нибудь виде сразу станет очевидно что это это ну не знаю вот короче это простое рождение теперь значит подумаем какие слои для этого нужно как раз рассмотреть построить из из ну описать симпатическое многообразие в термине спектральных данных значит нужно нужно так сказать так сделать нужно сказать что это то же самое что пространство таких пар c запятая где кривая c она принадлежит тотальному пространству по касательному к сигму теперь не не будем путать по касательному к сигму пространству модулей самой кривой сигма вот и задается оно там уравнениями ровно такими как у нас было детерминант только в качестве места матричного многочлена фи поле фи вот это хитчина а где лямбда значит тофтологическое сечение то есть видите когда мы здесь вот говорим что фи вот такое роль вот у нас было от n роль матрицы играет вот эти эндоморфизм только теперь это ну как бы не постоянная такая штука матрица а зависит от ну точки к точке так сказать разное а вместо от n выступает вот это вот каноническое расслоение или омега-1 вообще стал писать каноническое я хотел омега-1 писать слушайте давайте я исправлю я же специально там омегу приготовил ну ладно здесь уже не буду менять вот 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 я все сказал поэтому значит вот вместо у от n будет касательно к самой временной поверхности а линейные расслоения из ядер строятся вот и отображение п оно отображает вот эту пару ц л в ц поэтому слоем является абелево-многообразие ну там тоже эльфа двигается без дивизора вот теперь давайте еще другие примеры рассмотрим да да подождите это еще не все как это связано это как мы называли трясин значит как верни не обязательно написать значит связь с нашей темой да вот в том что только что сейчас было на самом деле можно разрешить вот этому полю хитчина иметь полюса в отдельных точках фиксированных ну и там нужно накладывать условия на вычеты тоже вот и все равно получится значит в результате симплексическое многообразие вот типа этого x и и интегрируемая система вы опять звук выключили да звука нет которая была в пункте 3.7 есть обобщение которое я не буду подробно описывать литература полно на эту тему и это как раз проблема скорее слишком много значит зафиксируем какие-то точки и тогда значит значит вот пару ефи нужно понимать таким образом про фи легче все сказать но тоже не полностью значит фи это будет уже один дифференциал с плюсами про расстояние е да и нужно на вычеты наложить условия похожие как у нас на не должно в расстоянии е нужно но там есть разные версии к струклей сам запутаюсь значит значит ну то В одной из версий это уже слоение Е, в слоях нужно зафиксировать флаг, в слоях над этими точками. Это одна из версий. А наш случай отвечает тому, что у нас СП1, поэтому расслоение тривиально, но тем не менее один дифференциал с полюсами можно рассматривать. Значит это Сигма, это СП1. Е тривиально. Но это самое ФИ вполне содержательное. Я это ФИ сейчас запишу в таком виде. Оно тривиально, поэтому наш ФИ будет в буквальном смысле матричным дифференциалом. И я его запишу раньше. Давайте СП1 здесь. А здесь я напишу Омега-1 от П1 плюс ПК. А это то же самое, что О от Н, когда К это Н плюс 2, как мы знаем уже. Значит, но ФИ такое, как у нас. Опять в кавычках. И мы там на вычеты. ФИ – это то же самое, что Р было. Или то же самое, что буква. И нам пришлось наложить условия на вычеты, что они лежат в орбитах. Это вот пример. Теперь давайте за оставшееся время еще успеем. Это будет 3.9, наверное, да? Да, 3.9. Давайте это назовем. Точки на С2 и спектральные данные. Сейчас будет, на первый взгляд, совершенно не связанный. А потом мы его свяжем. Пример. Значит, рассмотрим С2 с очевидной симплексической формой. Да, и возьмем, значит, конфигурацию Zen-точек. То есть рассмотрим такое симплексическое многообразие. Значит, берем симметрическую степень С2 и вычитаем диагонали, парные диагонали. Давайте так напишем. Иксы равны С2. Иксы – это точки на С2, а не координаты. Сейчас будут и координаты. В координатах х1, х2 на С2, да? Я беру симплексическую форму на каждой копии и суммирую по этим точкам. И пробегают у меня от единицы до n. Самый простейший вариант. Вот. Но вообще это х можно пополнить, не выбрасывать диагонали. Если бы я оставил вот эту запись и не выкинул бы диагонали, там бы было многообразие негладкое. Но вот схема Гильберта – это исправление этой негладкости. Я опять-таки ничего не объясняю. Просто скажу, что х содержится в схеме Гильберта. Н точек на С2. Это такое раздутие этих диагоналей. И можно все там рассматривать. Или здесь рассматривать. Но для моих целей это излишний поджог. Теперь… Да. Ну, это просто симплексическое мегабразие. Никакой интегрируемой системы не описывается. Ничего. Сейчас мы попробуем про это что-то сказать. Если надо успеть только. Давайте теперь вместо С2… Вернее, возьмем С2 с другой симплексической. Не такой вот. Не константной. Вот здесь была такая постоянная. Возьмем другую. Сейчас… Извините. Сихонечко. Сейчас… Ну, как-то… Давайте так я расплывчатый. Родственные варианты назову это. Вообще, что такое С2? С2 – это С2 без точки. Беспрямой. Извините. Беспрямой на бесконечности. И вот наша форма, которая там была… Каждая слагаемая – это два форма на С2. А с точки зрения С2 – это форма с полюсом на бесконечности. То есть, я хочу сказать, что имеется такая два форма, форма старшей степени на С2, которая имеет тройной полюс на бесконечности. Значит, такое ощущение имеется, потому что само вот это… Ой, не N. Извините. 2. Потому что вот каноническое расслоение С2, как мы знаем уже, кстати, у нас было про это, это О от минус 3. Вот. Поэтому такое ощущение есть. Значит, и в афинных координатах… Это тоже самое, что синоним, что неоднородные координаты. Это омега как раз и имеет вид dx1, dx2. Но теперь заметим, что мы могли бы рассмотреть два формулы, у которой полюса не тройной полюс на одной прямой, а просто полюс третьей степени на какой-то кривой. То есть кривая для этого должна быть кубической. Для любой кубической кривой существует два формы с полюсом на ней. В предыдущем примере кубическая кривая была максимально вырождена. Это просто три раза взятая прямая, прямая в третьей степени. Вот. И мы можем рассмотреть аналогичную вещь, как было на комплексной плоскости. Ну, в смысле, на C2. И получить симметрическое многообразие. Назовем его Xe. Оно зависит от выбора этого кривой E. Значит, мы берем симметрическую степень. То есть N точек на Cp2 без E. И еще вычитаем диагонали. Значит, если кривая E гладкая, то это эвтическая кривая. По формуле для рода кривой на плоскости. Двадцатая кубика – это фактическая кривая. Я должен понять, почему я веду себя. Ну, давайте такое замечание про эту гладкую. Ну, можно взять E в виде просто трех примеров. Прямых. Различных. Тоже такой хороший, удобный случай. Вот. Теперь, что мы хотим. Дальше делается такое утверждение. Дальше мы делаем такое утверждение. Сейчас. Дальше вот утверждение. Ну, еще будет без наказательств, но с какими-то минимальными выяснениями. Давайте так. И, может быть, само утверждение немножко примерное. Смотрите. Значит, идея в следующем. Можно подобрать, рассмотреть ситуацию, когда кривая какой-то там… Вот сейчас не кривая E, а какая-то посторонняя. Кривая однозначно определяется условием, что она проходит через сколько-то точек. Для этого число точек и степень кривой должны определенным образом друг с другом соответствовать. Вот мы сейчас… Поэтому мы сейчас n точек на плоскости заменим на кривую этой плоскости. И это будет вот первый шаг к тому, чтобы переписать все в спектральных данных. И сейчас я попробую не сильно ошибиться, когда буду сейчас это описывать. Значит, имеется такой изоморфизм. Как я там это x обозначил? xe с индексом. Значит, в пространство спектральных данных. c, l. Где c… Ну опять, это вот, может быть, открытая часть этого x… А, ну если я диагонали выкинул… Нет, нет, так хорошо, да, так неплохо, наверное. Значит, это кривая гладкая… Вот насколько гладкая я тут… В цп2… Нет, в полную цп2, полная кривая, компактная. Значит, некоторой определенной степени депп, про которую мы сейчас поговорим… Зависящий от… чего? Ничего же там надо было сразу написать… Давайте напишем так, что… Выполняется следующая формула, что… Вот рот гладкой кривой, да, это, как мы знаем, d-1 на d-2 пополам, да? И требуется, чтобы это равнялось числу точек, про которые с самого начала идет речь. Вот такая связь между d-1. Но это еще не все. Значит, c ограничено следующим условием. Выберем и зафиксируем… В 3d минус… Ну, это… Не могу немедленно спросить, почему именно число, но у меня так и записано. 3d минус одну точку на e. Тогда, значит… Тогда вот, значит, вот отображение… Давайте я стрелку напишу. Я строю вот такое отображение сейчас и утверждаю, что это изоморфизм. Значит, и это будет называться… Я уж не знаю, как это называется. Значит, тогда… Тогда… Отображение… X, N, E… Вот в пространстве спектральных данных… Я должен взять n точек… Они у меня, по-моему, были там раньше… X1, XM… Им сопоставить, значит, некоторую кривую и линейное расслоение на нить… … … … … … … … … … тем, что ее степень равна d, что она проходит через x1, xn и через фиксированные точки на e, вот эти, которые я тут заранее выбрал. То есть отображение зависит от этих точек зафиксированных. Теперь расстояние L чем определяется? Значит, мы получили C на первом шаге и точки на этой кривой, поскольку она через них прошла. Тогда L — это просто расстояние с таким дивизором. Значит, поскольку n равняется роду, вспомните, там специально… Ну, то есть все тут сложилось одно, но тем не менее у нас род кривой равен n числу точек. У нас получилось расстояние L на кривой C степени равной роду. это ситуация, когда почти любое такое расстояние однозначно определяется дивизором состоящим из n точек. Я напишу так, почти любое… Опять, за выкидыванием какого-то дивизора на якобиане почти любое расстояние L такое, что его степень равна роду, имеет такой вот указанный вид. Поэтому, да, имеет такой вид. Причем эти точки однозначно по расстоянию восстанавливаются. Вот. Теперь, значит… Поэтому эта конструкция, она в обе стороны. Ну, в смысле, она взаимооднозначное соответствие дает. Вот. Если я взял кривую и линейное расстояние степени равной роду, вот здесь, да, вот тут, я по этому расстоянию получил n точек на кривой, тем самым n точек на плоскости. Вот. Вот, значит… И мы видим, что, значит, вот отображение… из этого x, описанного в спектральных данных, если я отображаю в пространство всевозможных кривых указанного вида, да, это такая вот интегрируемая система… Потому что слои – это, значит, ну, как короче сказать… злои – это неболные якобианы… А именно, вот, якобиан степени gc, кривой c минус… ну, какой-то подмножить, которое я не описал. Вот. Вот поэтому эта штука тоже похожа. И последнее, наверное, замечание заключается в том… Вот здесь тоже легко сказать следующее, что если мы рассмотрим любые пары c l, значит, пространство… Сейчас дайте подумать… Да, пространство таких пар c l… Ну, где по-прежнему та же степень… Ну, вернее так, сейчас, извините… Где c какой-то определенной степени… Ну, вот эта связь между степенью и числом точек… Это просто можно считать определением n, когда мы с другой стороны идем, правда? Поэтому я просто беру пространство кривых степени d какой-то… А l степени равны роду… И без условия, что c проходит через фиксированные точки на бесконечности… Бесконечно, я имею в виду вот этот дивизор… Амега е… Дивизор е… Образует… Пуассоново многообразие… А вот, когда мы фиксируем точки на бесконечности… Это симпликтические места… … Понимали… … Это симпликтические листы изоморфин в нашем конфигурационном пространстве Xne с симпликтической формой Омега-Е, но Омега-Е Н раз повторённая. Ну вот, я думаю, сейчас дайте я гляну, а нет, слушайте, у меня есть какие-то вопросы, честно говоря, вот я обнаружил, что у меня в записках, значит, вот смотрите, тут у меня что было, вот по N-точкам мы строим кривую с условиями на бесконечности, и линейные слои на ней, и вот у меня есть отображение, вот как здесь, слои якобианы, ну там не полный якобиан, но вопрос, лагранжевые они или нет, и честно говоря, вот у меня здесь в записках написано это с вопросом, то есть это означает, что я, может быть, не знаю доказательства этого факта. Вряд ли она сложная, но тем не менее, сделаем такой вопрос. Давайте тут сделаем такой, или это далеко слишком? Не, не далеко, это как раз на той же странице. Это я просто там сразу сказал, что это интегрируемая система, но это надо доказать, что слои лагранжевые, правда? Теперь... ну вот случай этот самый c2 с такой постоянной симплексической формулой это как мы говорили в качестве кривой нужно три раза тройную прямую выбрать и тогда получится нечто для этого случая спектральное описание можно дать но продолжается ли это на схему Гильберта тоже такой вопрос ну и ладно это я может даже не буду записать уже потому что это по идее должно существовать в литературе но я не могу вычленить ну ладно в общем короче ничего не пиша я скажу так что просто тут довольно легко рассмотреть случай когда Е гладкая но это такое теоретическое рассмотрение будет и до конкретных интегрируемых систем я не думаю что там можно дойти хотя кто знает а вот для наоборот не гладкой типа тройная прямая или три прямых в принципе наверное интересно и может получиться какие-то известные интегрируемые системы запросто и там будет вот вопрос о компактификации в стиле частичной компактификации в стиле схемы Гильберта ну ладно все на этом спасибо если есть вопросы а на следующей лекции повторяю мы вернемся собственно к матричным многочленам там уже собственно будем движение которое отвечает интегрируемые системы изучим еще я хотел сказать что у нас похоже будет одна лекция еще только нужно так ожидать теперь что еще до делаете задачи список задач которые там в облаке лежит я в ближайшее время там его улучшу как я уже говорил там первая часть задача разбита там на темы первая тема мы не рассматриваем потому что в этом году мы не изучали это в курсе вот дальнейшие задачи должны быть понятны но я отредактирующие тогда сообщу и плюс упражнений из текста лекции тоже ну вот спасибо 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 ладно вопросов нет да